Величайший интерес автомобильной общественности к возрождению Бугатти, культовой марки 20-30-х годов, был обусловлен не столько самим фактом возврата из небития знаменитой фирмы, сколько тем, с каким размахом был расписан план второго пришествия. Обычно дело ограничивается парой заявлений о далеко идущих замыслах и представлением собранного на коленке прототипа, как правило, почти полностью собранного на заемных агрегатах. Развитие сценария также достаточно шаблонно. Деньги у создателей заканчиваются, и едва реанимированная покойница отправляется обратно на задворки истории. У итальянского предпринимателя Романа Артиоли, напротив, было все, в том числе сильная финансовая поддержка группы люксембургских банкиров. Он был обделен лишь одним – ностальгией по старым добрым Бугатти до военной поры. Романа Артиоли хотел внедриться в узкую когорту производителей суперкаров сразу и навсегда, не тратя десятилетия на выкристаллизовывание сверкающего, как драгоценный алмаз, имиджа поставщика штучного товара. Хотя и с самым современным суперкаром, а именно такие хотел делать Артиоли, можно остаться в дураках, если у него отсутствует самая главная деталь, внушающая благоговение эмблема. Но зачем ждать годами, борясь за место под солнцем с не менее амбициозными выскочками, если можно позаимствовать чужую историю, выкупив права на известное всему миру имя и товарный знак, а заодно и прослыть героем, оживив легенду. Так, у Артиоли и компании возникла идея воспользоваться славной маркой Бугатти, детищем великого Итори Бугатти. В 1989 году тихо-итальянское местечко Кампагальяно стало объектом пристального внимания автомобильных масс-медиа. Там, на площади 8 гектаров, с громадной скоростью стал возводиться комплекс зданий ультрасовременного завода, вновь образованной компанией Бугатти-Автомобили. Местоположение предприятия, рассчитанного на выпуск 150-200 машин в год, было выбрано не случайно. В считанных километрах от стройки века находилась Модена, где располагались штаб-квартиры Феррари, Ламборгини и Мазерати, злейших конкурентов будущей Бугатти. Наступление на их позиции Артиоли решил начать с психологического прессинга. Явно обозначившиеся историческое несоответствие, настоящие Бугатти считались французскими машинами. Находчивые пресс-атташе объясняли тем, что стопроцентными галлами по происхождению автомобилей Тори Бугатти назвать никак нельзя. Поместье, принадлежавшее Бугатти, в состав которого и входил небольшой автозаводик, находилось под Страсбургом, в Эльзасе. А это, как известно, издревле спорная между Францией и Германией территория. До Первой мировой войны она принадлежала немцам, и автомобили Бугатти, строившиеся там до печально известных выстрелов в Сараево, числились немецкими издельями. Ну а главное, сам Итори по крови и месту рождения, Милан, коренной итальянец. Поэтому марку Бугатти с полным правом можно считать итальянским достоянием. Чем были особенно хороши довоенные спортивные автомобили и Бугатти в том числе? Тем, что на них можно было участвовать в гонках самого высокого ранга, а после минимального дооборудования использовать в роли повседневного транспорта. Подобная универсальность утрачена нынешними суперкарами, или, если хотите, гран-туризмом. Романо Артиоли, объявив свою компанию прямой наследницей традиции Итори Бугатти, решил придать будущему суперкару ту самую пресловутую двурушность. Ну и, естественно, с поправкой на сегодняшний уровень развития техники. Официальное открытие завода в 1990 году было приурочено к дню рождения Итори, 15 сентября. А ровно через год на парижском автосалоне дебютировал прототип базовой модели, чей индекс EB110 так и расшифровывался. Итори Бугатти 110 лет. Со следующего года 220 компагальянских рабочих приступили к серийной сборке произведений, созданного Пауло Станцани и Жаном Марком Боррелем. Они сконструировали действительно, если не самый-самый, как хотел их новый патрон, то достаточно близкий к абсолютному совершенству автомобиль. Как и было обещано, заказчикам предложили две максимально унифицированные модификации. Та, которая покомфортабельней, отличалась приставкой GT к индексу и наличием кондиционера, классной аудиосистемы на комише, сидений с электрической регулировкой, гидроусилителя в речном рулевом механизме, вещами почти немыслимыми на гран-туризм в его привычном спартанском понимании. На любителей грубой силы нацеливался второй вариант – суперспорт. Без всех этих недостойных настоящего суперкара-прибамбасов, зато с увеличенной с 560 до 611 лошадиных сил мощностью. В остальном автомобили были почти идентичны. Двигатель в базе V-образный 12-цилиндровый 3,5-литровый с тремя впускными и двумя выпускными клапанами на цилиндр и четырьмя турбокомпрессорами. Наиболее интересной у мотора у Бугатти была их замечательная для суперкара гибкость. Крутящий момент в 611 ньютон-метров достигался у модели 110 GT уже при 3750 оборотах в минуту. То есть утверждение о совместимости в новом Бугатти отменной динамики с удобством управления обычным седаном оказалось не просто удачным рекламным ходом. Облегчить контроль за поведением машины должна была и полноприводная трансмиссия с самоблокирующимся межосевым дифференциалом. Шасси сотворили из углепластика. Навесные панели комбинации из того же композита в перемешку с алюминием. Что вызывало наибольшие споры, так это решение внешнего вида. Как только не обзывали 110-ю. И все из-за того, видите ли, что в ее облике от предшественников не осталось ничего, кроме купленной эмблемы и вделанного в передок малюсенького подковообразного подобия радиатора настоящих Бугатти. Разговоры о занижении роли фамильных черт в имиджевой политике Бугатти-аутомобиле были, мягко говоря, надуманными. Артеолий из кожи лез, лишь бы его считали духовным наследником Эттори. Завязывал контакты с клубами владельцев Бугатти. Обещал в скором времени наладить выпуск запчастей для их ветеранов. В Люксембурге, а там и находилось правление компании, отгрохали огромное здание культурного центра Бугатти с входным портиком, напоминавшим увеличенный во сто крат все тот же подковообразный абрис радиатора. Персонал заведения, кроме поддержания связи с любителями Бугатти, отвечал за оформление экспозиции фирмы на всех маломальских значимых выставках, а также занимался созданием и распространением аксессуаров с фамильной символикой, от изысканных предметов туалета до хрусталя и одеколона. Неизвестно, как окупалась столь необычная реклама компании, зато все это было опять же в духе патрона Эттори Бугатти, занимавшегося кроме автомобильного ремесла разведением собак и лошадей, шорным делом, конструированием мебели, да и гостей своего замка, не забывавшего попотчевать вином собственного приготовления. Новоявленная наследница знаменитого имени, чтобы подогреть интерес к своей особе, выставила на Женевском автосалоне 1993 года еще одну, абсолютно новую модель, ЕБ-112. Изящество этого четырехдверного седана не поддавалось описанию. Его дизайн – дело рук главы Итал-дизайн, самого Джорджетто Джоджаро, гений которого в создании 112-й модели достиг апогея. Утонченное сочетание в облике автомобиля ультрасовременных и классических линий дало знатокам основанию достоить его звания красивейшего седана мира. Техническая начинка в полной мере соответствовала внешности. 12-цилиндровый двигатель, рабочим объемом доведенным до 6 литров, уже ставший визитной карточкой привод на все колеса. Убранство салона заставляло трепетать любого изнеженного комфортом эстета. Хотя поначалу руководство Bugatti расценивало 112-ю лишь как шоу-кар, прототип без будущего, поток заказов вынудил пересмотреть планы. Как можно отказать потенциальным покупателям, если в свое время и сам Эттори удовлетворял любую прихоть клиента? Но не учли и Романа Артеоли, и его совет директоров, что они и Эттори Bugatti трудились в совершенно разных условиях. Одно дело почти кустарное производство в помещении бывшей красильной мастерской. И совсем другое, когда у тебя сложнейший прототип, требующий громадных вложений на доводку. Средства, потраченные на первую 110-ю модель, еще не успели окупиться. Ее сбыт еще ни разу не подошел к намеченному уровню. А требуемое изменение технологии под автомобиль, имеющий множество оригинальных узлов, опять упирается в деньги, тогда как на балансе висит гроздь побочных имиджевых производств. Да что перечислять? Великие мечты могут вскружить голову кому угодно. По сравнению с радужными перспективами будущего, проблемы дня сегодняшнего начинают казаться кому-то сущими пустяками. Для ускорения работы над 112-й узоокеанского гиганта General Motors была откуплена британская Lotus Group, обладающая, помимо всего прочего, мощным инженерным подразделением. Увы, для Bugatti приобретение Lotus стало критической чертой в ее недолгой современной истории. Артиоли не сопоставил желания с возможностями. Проявившаяся к началу 1995 года нехватка оборотных средств заставила приостановить все работы по проекту 112. К концу года из-за усиливающихся финансовых проблем половина персонала в Кампагальяно была отправлена в бессрочный отпуск. Романа Артиоли выставил на торги зловещее приобретение – Lotus. Но было уже поздно. Весь 1996-й год компания Bugatti провела в литургическом сне. Верховный суд Итальянской Республики, решив не затягивать процесс умирания, назначил комиссию по ликвидации предприятий Bugatti автомобили. 1997-й год. Модена. Аукцион. Удар молотка. Все. Всего на свет появилось 139 экземпляров Bugatti 110 GT, а также 33 заряженные версии Суперспорт. Заброшенный завод так и стоит в пригороде Модены, напоминая о славных временах, когда состоятельному бизнесмену было под силу внести свой вклад в автомобильную историю. субтитры создавал DimaTorzok Субтитры подогнал «Симон»